Музей истории города приглашает жителей и гостей города на выставку «Обнинск. Город космический». Это совместная выставка музея с Обнинским научно-производственным объединением технология. Выставка «Обнинск. Город космический» посвящена 60-летию начала освоения человеком космического пространства и представляет фотографии, документы, предметы из фондов Музея истории города Обнинска и частных коллекций. В центре выставки редкие фотографии о первых часах пребывания Юрия Алексеевича Гагарина на Земле и фоторепортаж корреспондента газеты «Вперёд» Ильи Кашуфуддинова о встрече первого космонавта на Обнинской земле 31 мая 1966 года. Фотографии передают радостную, ликующую атмосферу, царящую в тот день в городе. Тема «Обнинск. Город космический» затрагивает материалы о работах по космической тематике. Выдающихся учёных ФИИ Дмитрия Ивановича Блохинцева, Игоря Ильича Бондаренко, Виктора Яковлевича Пупко им посвящены личные комплексы. Работы по космической тематике начались в физико-энергетическом институте задолго до полёта первого космонавта. Директор института, руководитель создания первой в мире АЭС Дмитрий Иванович Блохинцев с детства увлекался идеей космического полёта. В 17-летнем возрасте он написал письмо Циолковскому, разработавшему теорию полёта многоступенчатых ракет и открывшего формулу для определения скорости ракеты. По словам Блохинцева, переписка с Циолковским приобщила его к мировоззрению, в основе которого лежало преклонение перед красотой Вселенной и её гармонией. Блохинцев увлек своими идеями ученика Игоря Ильича Бондаренко, очень способного, творчески одарённого человека, также с детства мечтавшего о полётах в космос, проштудировавшего труды Циолковского и его последователей и решившего посвятить себя разработке космических аппаратов. В начале 1950-х годов Бондаренко вместе с другом и соратником Пупко сделали расчёт ракеты с ядерным ракетным двигателем. Подтверждением учёных, Бондаренко впервые на совещании у Сергея Павловича Королёва предложил создать искусственный спутник Земли, выполнил расчёты по запуску спутника, вошедшие затем в один из отчётов лаборатории В по ядерным ракетам и космосу. Игорь Бондаренко умер молодым в 37 лет, оставив последователям идеи для дальнейшего воплощения. В 1987 году в Обнинске состоялась международная конференция «Ядерная энергетика в космосе», где были обнародованы разработки коллектива под руководством Виктора Яковлевича Пупко, в первую очередь материалы о ядерных энергетических установках «Бук» и «Тапаз», работавших на советских спутниках серии «Космос». «Как Гагарин будто специально родился для первого космического корабля, так и Осипенко для корабля, открывшего новую эпоху подводного плавания», сказал академик Александров про Обнинского Гагарина, командира первой атомной подводной лодки Леонида Гавриловича Осипенко. На выставке можно увидеть книгу Гагарина «Дорога в космос», подаренную Леониду Гавриловичу Осипенко с надписью. Перенимать передовой опыт в Центр подготовки подводников в Обнинск неоднократно приезжали делегации «Звездного городка» во главе с летчиками-космонавтами Георгием Береговым и Алексеем Леоновым. Работали на космос Института службы погоды Обнинска. В НПО «Тайфун» с 1980-х годов разрабатывали приборы для измерения ионизирующего излучения Солнца, от которого полностью зависит состояние ионосферы Земли, а значит, климат, радиосвязь, интенсивность магнитных бурь. В 1986-1987 годах эти датчики летали к Марсу на космических кораблях «Фобос-1» и «Фобос-2». В экспозиции музея можно увидеть солнечный ультрафиолетовый радиометр «Суфр», который использовался на метеоспутниках и на космической станции «Мир». Юрий Алексеевич Гагарин проложил дорогу к звездам, а в Обнинске в научно-исследовательских институтах ведутся работы, связанные с дальнейшим освоением космического пространства. Гордостью города является Обнинское научно-производственное предприятие «Технология». Изделия технологии работают почти в каждом космическом аппарате. Поэтому яркой частью выставки «Обнинск. Город космический» является раздел, рассказывающий о деятельности этого замечательного предприятия. Основной задачей этого предприятия было и остается создание и внедрение новых материалов и изделий для авиации и космоса из полимеров, композитов, из оптических и конструкционных стекол, из конструкционной и функциональной керамики. Посетители выставки смогут ознакомиться с высоким уровнем разработанных и изготовленных на предприятии материалов. На выставке представлено около 40 образцов уникальной продукции, сделанной в лабораториях и цехах технологии. Большинство экспонатов выставляется впервые. Сотрудники технологии участвовали и участвуют в ярких государственных программах. В создании космического самолета многоразового использования «Буран». Межпланетного комплекса «Экзомарс» нового многоразово пилотируемого космического корабля «Орел». Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» проводит уникальные исследования и выпускает наукоемкую продукцию, обеспечивающую национальную независимость России. Материалы, ставшие основой выставки «Обнинск. Город космический» предоставила нам руководство ОНПП «Технология». За это мы их благодарим.